Сегодня в Гомеле начались мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Республики Беларусь. Хотя, конечно, наиболее масштабное состоится непосредственно 3 июля. О праздничной программе спросим у нашего гостя. Присоединяйтесь к диалогу. Петр Иванович Свердлов. Директор Гомельской детской хореографической школы искусств, режиссер-постановщик массовых театрализованных представлений. Родился в 1957 году в Будокошелевском районе Гомельской области. В 1982 году окончил Минский институт культуры по специальности «Культурно-просветительская работа». Однако работу в сфере культуры начал гораздо раньше. Методистом Будокошелевского районного дома культуры в 1975 году. В конце 70-х, вернувшись из армии, руководил танцевальным кружком в Минском дворце культуры железнодорожников. Преподавал ритмику в школе. В Гомель приехал после окончания вуза. Работал балетмейстером Дворца культуры производственного объединения «Гомель-Промстрой». В 1992 году возглавил коллектив этого учреждения. В 1998 году назначен директором городского центра культуры и досуга. С 2000 года работает директором Гомельской детской хореографической школы искусств. Если у вас есть вопросы к гостю программы, звоните по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Петр Иванович. Я рада, что вы нашли время для нас в своем графике. Здравствуйте, Ольга. Добрый день, уважаемые гомельчане. Петр Иванович, и начать наш диалог я хотела бы с вопроса, который всегда мне интересен в разговоре с людьми, добившимися успеха в своем деле. Скажите, что определило ваш профессиональный выбор? Когда вы решили для себя, что дело вашей жизни – это служить хореографическому искусству? Ну, Оля, мне, наверное, повезло, что я встретил прекрасного человека на своем пути. Это мой был первый учитель, который дал мне путевку в жизнь. И таким образом, ну, я считаю, что я счастливый человек, что нашел себя в профессии. Ваш выбор поняли родители, близкое окружение? Потому что, согласитесь, достаточно нестандартный такой для молодого человека профессиональный ориентир – танцевать. Нет. Но когда я начинал с детства танцевать, учился в музыкальной школе и играл в оркестре духовом, старший брат, конечно, помогал мне носить и баян для занятий. Вот родители, особенно отец, он, ну, смеялся всегда и говорил, ну что, капель трубка. Ну, как бы это ни придавали этому значения, окончил Уваровичскую среднюю школу. И я пошел, поступил дальше в училище и на отделение хореографии. Таким образом и пошел дальше развивать себя. И вот пришел сегодня к вам в студию, чтобы с вами поделиться мнением, впечатлениями и рассказать, и чтобы меня спросили, как, что и почему. И достаточно счастливо складывалась ваша профессиональная судьба. В 1991 году вы получили звание «Заслуженный работник культуры». По итогам работы в 2009 году стали «Человеком года» в номинации «Мастер». Звания достаточно высокие, оценка высокая. Конечно же, для нее должны быть серьезные основания. Как вы считаете, что послужило основанием в вашем случае? Оля, я вам скажу одно, что человек не может, только получая такие звания, считать себя, что он только имеет, причастен к этому званию. Конечно, вокруг меня были единомышленники, которые творили со мной хореографические полотна, создавали прекрасные праздники. И я считаю, что, вспоминая моих друзей, коллег творческих, я хочу сказать, что это и заслуга моих специалистов, тех, с кем я работал. Конечно, это большая еще профессиональная удача, работать в таком коллективе, который тебе помогает, который тебя понимает. Ну, а как зритель, вы можете просто наслаждаться каким-то шоу, зрелищем, или так про себя отмечаете? Где были какие-то неточности, где были ошибки, где были ошибки технического персонала? Видите, я смотрю всегда программы, будь то с экрана или с какой-то сценической площадки. Я смотрю это как зритель, простой зритель. Я не стараюсь лезть туда и искать какие-то подвохи и какие-то шероховатости. Оно и не нужно. Нужно видеть главный стержень, от которого человек подпитывается и таким образом получает ту полезную информацию. Тот эффект, который дает ему, раскрывает, распрямляет крылья, и он сам готов лететь дальше вот в эту красоту. Вы строгий зритель или такой доброжелательный, добродушно настроенный? Я бы сказал, что бываю очень строгий. Бываю иногда, увидев ту или иную программу, смотришь, как это не нужно было бы даже и делать. Или эта программа низкосортная, не дает развития, она ни о чем. Ну, о подобных примерах мы говорить сегодня не будем. Мне интересно, что без увиденного в Беларуси или, может быть, за рубежом произвело на вас наибольшее впечатление, действительно вызвало сильные эмоции. Можете вспомнить? Ну, мне понравилась передача «Праздник в Бресте», который проходил в комплексе «Брестская крепость». дало впечатление. Вот те бутафории, то вокруг, что окружало нас, и мы находились сами в этой ситуации, как бы. И это такое воплощение, это такой заряд эмоций и впечатлений, что вот такого плана нужно больше делать, качественно таких праздников. Ну, а что касается зарубежных, мне приходилось часто выезжать за рубеж. Я вам скажу, что тут мы намного лучше выглядим по сравнению с теми зарубежными программами, которые мне приходилось видеть. Да, есть брендовые, раскрученные, я об этом не говорю, но то шоу, которое для простого зрителя, для среднего зрителя, то это низкопробные такие программы, которые, ну, они ни о чем не говорят, они вот собираются, делают какую-то, я бы назвал, может, вечеринку. Ну, и вот они радуются тому, что... Ну, значит, им достаточно, да, достаточно этого. Ну, а из огромного числа фестивалей, праздников, концертов, в организациях, в которых вы принимали участие, какой считаете наиболее удавшимся на сегодняшний момент? Программа в Адварце Республики, довольно такая удачная, успешная была. Программа в Шотландии, в Абердинии. Вот эти программы, они мне запомнились в такой массовой, грамотной, постановочной работе, где, увидев это, я посмотрел, что, оказывается, можно вот такой массой людей управлять и делать прекрасный, настоящий праздник. Вот это впечатляет. О таких прекрасных и настоящих праздниках мы еще будем сегодня говорить. В этом году было изменено место встречи молодежи Беларуси, России и Украины, и вместо монумента на границе трех стран гостей на минувших выходных принимал город Лоев. Скажите, пожалуйста, удалось ли сохранить ту атмосферу дружбы, единения, которой на протяжении нескольких десятилетий так славился этот фестиваль «Славянское единство»? Ну, Оля, вы знаете, что сейчас есть не очень такие хорошие моменты в Украине, и мы с вами это прекрасно понимаем, но тем не менее, увидев то, что вот мы делали, принимающая сторона, и мы в городском поселке Лоев принимали Украину и Россию, я вам хочу сказать, что и уверен в том, что славянские народы, они не будут разделены, они будут вместе. Я убедился в том, когда мы проводили репетиционный период, делали подготовку к этому празднику, мы же три славянских народа встречались рядом, разговаривали, общались, компоновали какие-то сюжетные моменты, что нас сближало. И таким образом мы не увидели каких-то таких распри негативных отношений друг к другу, а наоборот была такая взаимопомощь, поддержка чувствовалась. И мне было отрадно это видеть. И мне кажется, что вот такие фестивали, они наоборот сближают народы. И я уверен, что не сегодня, а завтра будет будущее за такими праздниками. Я думаю, что не часто вам удается увидеть процесс подготовки со стороны. Сейчас такая возможность у нас есть. Давайте посмотрим сюжет. Городской поселок Луэв. 27 июня 2015 года. 9 утра. Через два часа на главной площади стартует Международный молодежный форум, центральным событием которого станет концерт с участием коллективов из Беларуси, России и Украины. К этому событию готовились почти месяц, хотя генеральную репетицию получилось провести только один раз. А поэтому некоторые вопросы еще остаются. Когда по диагонали будут идти студенты Белгуда в военной форме, после этого у нас идет пролог, да, Папури. Беларусь, Украина и Россия. Готовность номер один в 11 часов. Нет. Без 15. В половину 11 быть готов. В праздничном концерте задействованы не только представители Гомельской области. В этот день на сцену выходит академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь и студенты Белорусского государственного университета транспорта. Коллектив Белорусского государственного университета культуры и акробаты из 4-й Гомельской спортивной детской юношеской школы Олимпийского резерва. Особого внешнего волнения незаметны ни у кого. В конце концов, к этому выступлению готовились. Мы репетировали в Гомеле. Вчера приезжали, тут репетировали. Вот сегодня уже финальная репетиция, концерт. А в Гомеле много репетировали? У вас, в принципе, известная программа? В принципе, программа известная. Немного поменяли музыку, мы построились. В принципе, проблем особых не возникло. Не возникло их и у гостей, хореографических коллективов из Брянска и Житомира. Правда, если россияне приехали накануне и уже успели провести репетицию на Лоевской сцене, то украинцы прибыли всего за несколько часов до начала концерта. Раньше, говорят, не получалось. Были уважительные причины. Мы ехали с большим желанием, с отличным настроением. Некоторые студенты уже бывали, но некоторые действительно впервые. Очень интересно было сегодня просто приехать к своим братьям, друзьям, которые также приехали сюда выступать, показать свое искусство. У нас вчера только произошел выпуск, и студенты прямо после выпуска сели в автобус и приехали сюда. Организаторы постарались сделать программу проведения в Лоеве Международного молодежного фестиваля максимально интересной для всех. Однако на время проведения концерта посетителей на остальных площадках заметно поубавилось. Шоу получилось действительно красочным и запоминающимся. Причем как для участников, так и для зрителей. И еще один вывод. Несмотря ни на что, представители трех стран по-прежнему совместно могут делать одно дело. Причем успешно. Здесь собрано сегодня более 500 артистов. Но тем не менее, все нюансы учтены. Работает слаженная команда, поэтому все вопросы решаются практически сразу. Но самое главное, что все участники, а это и белорусы, и россияне, и украинцы, как единое целое делают один праздник. Чтобы удивить гостей, чтобы показать весь свой творческий потенциал. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня директор Гомельской детской хореографической школы искусств, режиссер-постановщик массовых централизованных представлений, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Петр Свердлов. Петр Иванович, что самое хлопотное, самое сложное в организации таких массовых праздников, как был в Лоеве? — Ну, это не только как в Лоеве. Бывают моменты, где есть нестыковки, которых бы, конечно же, не хотелось. В первую очередь, это зависит от того, насколько по времени выпущено для того, чтобы мы вышли уже с каким-то готовым материалом. Вот. И бывает так, что за неделю приходится делать какие-то такие объемные массовые композиции. Вот это не хотелось бы этого. Поэтому вот мы чувствуем такие вот иногда трудности. — Конечно, сложно обойтись без волнения в данном случае. А что самое приятное для вас? — Приятное для меня то, что когда делаешь постановку, и ты реализовал ее от начала до конца, и ты получаешь истинное наслаждение. Вот это самое приятное для меня. Конечный результат. То воплощение, те задумки, которые задумываешь, и они реализовываются. — Волнуйтесь о том, какое будет мнение у зрителей за месяц? — Не всегда. Мой барометр — это когда я чувствую, что удача, оно, стержень, есть основа, и ты видишь, что ты на правильном пути, то это не важно. Но бывает так, что и мнение зрителя очень важно. И мы не должны снимать это со счетов. — Какие массовые культурные мероприятия вы хотели бы видеть в вашем городе? Ответы гомельчан на этот вопрос далее в нашей рубрике «Есть мнение». — Я думаю, что надо делать какой-то детский фестиваль. У нас очень много детских творческих коллективов, и именно посетить детство что-то. — Для пенсионеров тоже можно, а то им бедным скучно дома сидеть. — В мои годы когда-то было на площади устраивали танцы. Ну, я родилась здесь, и 46-го года здесь. И неплохо было. И нигде ничего. А сейчас все по кафе, ну, так более. Ну, я так считаю. Это своего взгляда. А там, не знаю. — Шоу. Знаете, что хотелось бы видеть? Почаще организация пешеходной улицы. Какие-то массовые мероприятия на пешеходной улице. На мой взгляд, это стимулирует, ну, не сколько зрелищное, сколько активность какую-то вот народную. Именно перегородить побольше места, чтобы люди просто гуляли. — На данный момент мне, конечно, интереснее будет все-таки шоу, где будет задействовано больше мероприятий для таких вот малышей, для детей. У меня двое детей, а как-то основные наши все шоу направлены на то, что либо все сидят и смотрят на трибуне взрослые, либо это просто общепит. А вот какие-то такие мероприятия для детей, чтобы было, потому что ничего такого вот интересного нет. Какие-то такие площадки, сцены, чтобы были аниматоры. — С высоты моего возраста мне всего хватает. Я считаю, что вот в молодости у нас не было таких развлечений, как сейчас. Достаточно всего, на мой взгляд. И спортивных, и культурных. Всего достаточно. — Необходимо проводить больше конкурс по песням среди молодежи, детей. — Какие песни? — Разные, разные стили. — Для взрослых, по-моему, и так достаточно. У нас много артистов приезжает. Все в афишах оклеено. — Так как у меня маленький ребенок, я бы, наверное, больше предпочла какие-нибудь мероприятия, связанные с развлечением для детей. — У нас в школе есть танцевальный клуб, и там девочки очень хорошо танцуют, чтобы они выступали, чтобы люди видели, что у нас подрастает молодежь. Очень опытная. То, что она умеет и танцевать, и петь. — 30 числа будет День Республики. Вот такой подходящий момент. Можно было бы сходить в парк, там отдохнуть, чтобы была там какая-то самодеятельность хорошая. А если есть возможность, чтобы там наши власти прогласили артистов, концерт. — Петр Иванович, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашего телезрителя. Что интересного смогут увидеть гомельчане, гости города, которые выйдут 3 июля из своих домов, чтобы вместе встретить праздник День независимости? — Я бы хотел немного вернуться к тому, что мы сейчас слышали от наших гомельчан. — Хорошо. — Вы видите, разношерстная такая у нас аудитория сегодня отвечала на вопросы. Я вам хочу сказать одно, что, конечно, в городе и в области проводится очень много фестивалей, конкурсов. И это Мойся Барбаян, и это и «Земля под белыми крылами» по хореографии в Мозыре. И много-много-много таких. Но вопрос, который задал парень по пешеходным улицам, чтобы задействовать и делать какие-то такие тетрализованные локальные точки для горожан, это мы сделаем и усилим. Я думаю, что на День города мы возьмем за основу это и будем тоже делать это направление. — Спасибо. Итак, 3 июля. Пронансируйте, пожалуйста, основные мероприятия. — 3 июля. Главный праздник будет проходить на улице Ланге около Медицинского университета. Начало открытия в 11.00. Мы там делаем красочное, такое яркое представление, где сводные, хоровые, молодежные коллективы будут принимать участие, хореографические коллективы, детские садики, силовые структуры, управление МЧС, воинские части. Таким образом, мы хотели показать, что День независимости принимает участие как маленькие дети, так и взрослые. И показать вот эту нашу независимость и показать внимание на то, что мы сегодня отстаиваем нашу тепло, уют. И таким образом показываем это на сценической площадке. Я думаю, что нашим гомельчанам и гостям города понравится. Поэтому приглашаем наших гомельчан посетить в 11.00 открытие праздника Дня независимости в городе Гомеле. — Не засиживайтесь дома, да. — И 2.00 июля мы делаем также концерт торжественный, который будет проходить в общественном культурном центре на Ланге в 15.00 часов дня. — Туда, конечно, смогут попасть совсем немногие, не широкий зритель, но все это можно будет увидеть по новостям. — Скажите, пожалуйста, как рождаются идеи, концепции подобных праздников и представлений? Откуда черпаете вдохновение? — Развита немножко интуиция. Мы много интуитивно иногда видим, берем за основу и попадаем в яблочко. Это очень важно. Важно то, что сегодня мы должны брать за основу грамотно подойти к тому материалу, о котором мы должны сказать, раскрыть. Поэтому на этот стержень, на основу мы должны нанизывать те элементы, которые бы раскрывали ту или иную мысль, идею. И когда это чувствуется, мы видим, что развитие пластического материала, развитие музыкального, слова, светотехнических оснащений, все это в этом таком синтезе, и появляется творческий проект. — Спасибо большое. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. — Здравствуйте. — Пожалуйста, вы в эфире. — Здравствуйте, Петр Иванович. — Здравствуйте. — Ветераны Уварович гордятся тем, что вы наш земляк. — Культура всегда являлась носителем мира между народами. Рады, что именно вам доверили организацию праздника независимости и освобождения Беларуси в городе Гомеля. Уверены в успехе. Поздравляем всех жителей Гомельчины с праздником и желаем всем здоровья, добра, мира в доме и во всем мире. Всем успехов. — Спасибо. Так вопрос какой? — Это было поздравление. Спасибо большое, что вы позвонили, что нашли такие хорошие слова. Уважаемые телезрители, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью. У нас очень интересный собеседник, профессионал. Если вы хотите поделиться вашим мнением или задать вопрос, высказать какие-то пожелания по организации массовых мероприятий, пожалуйста, не упускайте эту возможность. Звоните нам. Пётр Иванович, а что вы считаете на данном этапе более необходимым? Глубокую идею, какую-то нестандартную задумку, либо совершенную техническую сторону? И есть ли у нас эти возможности технические? — Ну, технические возможности не всегда совпадают с теми пожеланиями, которые бы мы хотели видеть. Ну, по ряду разных причин. Но, тем не менее, уважаемая Ольга, не всегда технические оснащения решают ту сюжетную линию или ту поставленную задачу, если мы сами не увидим, о чём, про что мы хотели здесь сказать. Конечно, техническое оснащение — это немаловажный фактор в развитии той или иной программы. Но, тем не менее, я всё же склонен к тому, чтобы мы видели интересные программы, чтобы оно как книгу раскрыли, читаем, и мы видим эту сюжетную линию. Чтобы мы заставили нашу аудиторию, нашего зрителя думать о чём, что мы хотели здесь сказать. Вот, на мой взгляд, это очень важно. И наша задача, не только режиссёров, но и творческих руководителей, руководителей коллективов, ведь нам верят люди, и они идут за нами, под нашими знаниями. Вот, хотелось, чтобы пожелать нашим руководителям, творческим, чтобы вот это присутствовало. Не идти по наименьшему сопротивлению, а развивать себя, думать и делать прекрасные, ну, не монументальные, но хотя бы моно какие-то спектакли, хореографические миниатюры, прекрасные песни, написанные авторские. Вот, чего хотелось бы сегодня нашим творческим людям пожелать, и в том числе и себе. Ведь сколько мы, Оля, живём, сколько мы работаем, мы каждую менту учимся друг у друга. Но мы это должны понимать, мы должны это сопоставлять и развивать таким образом себя и нашу аудиторию. Спасибо большое. Я призываю нашу аудиторию к нам присоединиться. 777-6845, номер телефона прямого эфира. Петр Иванович, международный фестиваль хореографии «Сожский караход» – один из культурных брендов. Гомельщины. Конечно, организация столь масштабного действия, ещё и в формате конкурса. Дело хлопотное, дело волнительное. Не все и не всегда оказываются довольны и организацией, и судейством, конечно же, всегда. Есть какая-то сторона обиженная. По вашей оценке, фестиваль сегодня существует в том виде, в каком вы его представляете себе? Или ещё чего-то не хватает? Каждый раз, когда проходят фестивальные дни и проходит вот этот конкурс, и каждый раз мы говорим о том, что да, вот в следующий раз мы должны что-то изменить. Конечно же, мы находим новые какие-то формы. В этот раз мы думаем сделать конкурс в три этапа, чтобы статус международного конкурса был так реальным, чтобы участники всего этого конкурса почувствовали значимость этого фестиваля, конкурса. Конечно же, мы планируем, вот как и молодой человек только пять минут назад говорил о том, что уличные какие-то мероприятия, уличные пешеходные улочки мы должны задействовать и как-то обрамлять, что-то делать. Конечно же, мы будем использовать и уличный танец сегодня, и это в рамках проведения праздника города. Это то, что нужно, то, что нам необходимо. Конечно, мы будем делать крен в этом направлении. И таким образом мы расширим географию и дадим возможность нашим гомельчанам и гостям увидеть палитру разнообразия красок, и цветов, и пластики на этом фестивале и на дне города. Конечно же, мы ищем и находим, и я надеюсь, что следующий Сурский Карагод, он будет еще ярче, краше и интереснее. С такими хорошими, по большому счету, интригами. Я вижу, как вы любите его, и с какими эмоциями, и с какой теплотой вы о нем говорите. И, конечно же, не можем мы обойти вниманием сегодня еще одно ваше детище, предмет гордости. Это ансамбль «Гомий», который уже перешагнул рубеж своего 30-летия, срок солидный. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сегодня существует коллектив? Какие у него творческие планы? Я скажу, что я очень рад, что уже четвертое поколение у вокально-хореографической ансамбля «Гомий» есть вокальная группа. И она на довольно высокопрофессиональном уровне. Мне приятно сегодня об этом говорить. И возглавляет ее Березовская Людмила, прекрасная специальность. У меня прекрасные ребята, поющие великолепно. И, ну, я рад. Мы активно принимаем участие во всех праздниках города, области, республики и за пределами. Что касается хореографической группы, мы также работаем на мероприятиях всех ответственных. Сегодня идет формирование новой хореографической группы. Мы подпитываем и поднимаем пласт. И основа у нас – это хореографическая школа искусств. И там, конечно же, прекрасные ребята. И мы в этом году 12 ребят взяли, выпустились они из школы, получили аттестат, диплом об окончании хореографической школы. И они торжественно перешли в ансамбль «Гомий». Поэтому, ну, кадры есть. Мы постоянно обновляем, укрепляем и развиваемся. Как хорошо вы организовали процесс. То есть, да, с одной ступеньки переводите ребят на другую. Ну, для себя, на перспективу, на будущее. Какими-то успехами на сегодняшний момент, может быть, недавними можете похвастаться? Да. Школа хореографическая принимала участие на международных конкурсах в Смоленске. В номинации «Современная хореография», «Народно-сценический танец». И я хочу сказать, что, конечно же, приезжаю всегда с дипломами, с первыми местами. Это отрадно, потому что та творческая группа, которая на сегодня работает в детской хореографической школе искусств города Гомеля, я в восторге от педагогического преподавательского состава. Кадры подобраны очень профессиональные, развиваются ребята, и мы также по окончанию школы ребята оканчивают высшее учебное заведение, наш колледж имени Соколовского отделения хореографии, и мы их приглашаем к себе на работу. И таких уже у нас пять ребят. Я очень доволен, и вот в этой творческой среде они просто совместно уже с профессионалами, с более старшими преподавателями, вместе работая, показывают хорошие результаты. Я горжусь, что вот такая творческая лаборатория, вот группа единомышленников, работает с авторствием и дает конечный хороший результат. Я в восторге, я хочу повторять и говорить об этом. Я очень люблю свою школу и всех ребят. Ну не всем ребятам, наверное, и нужно связывать свою жизнь с хореографией и действительно серьезно, профессионально заниматься искусством. Многим это нужно совсем по другим причинам, как приятный способ проводить время, возможность себя реализовывать, возможность развиваться гармонично. С какого возраста вы принимаете детей и какие группы есть? Потому что, наверное, по своему уровню и возрастному составу они очень разные. Ну, я немножко чуть-чуть отойду. В 2000 году у нас было 211 детей. Был набор, первый набор в 2000. Сегодня, в 2015 год, у нас 825 ребенка занимается в хореографической школе. По всем направлениям хореографическое искусство. Но этого мало. Мы сегодня пошли дальше. Создали группы, которые начинают первое знакомство с танцем с одного годика до четырех. Привлекаем мам, пап с родителями. Приходят группы, например, до шести человек. Они приходят и привлекаем, и таким образом развиваем ребенка. Даем возможность ему почувствовать ритм, почувствовать гибкость. И через игру, через танец раскрепощаем детей. Вот и таких группы у нас несколько. Поэтому мы начинаем, как бы, вот, не успел ребенок родиться, он уже наш. Продолжим обязательно эту тему. Очень интересно, у нас есть звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос, вы уже в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Что нет программ, где будет в городе что проходить. Вот выезжаешь в город на этот праздник, и не знаешь, куда ехать, в какую точку, чтобы увидеть что-то интересное. И вижу я только торговые точки везде, но мало где проходят вот коллективы настоящие. Обычно как-то пускаете в праздники, но не совсем коллективы, которые интересны. У меня такой вопрос. Спасибо. Высокий уровень запросов видите у современного зрителя. Я вам скажу, это актуальная проблема, и очень задан правильный, грамотный вопрос. Что мне даже где-то ответить, будем так сказать, сейчас творческому человеку, где-то и неловко. Но, тем не менее, факт иногда присутствует, что работа СМИ не всегда освещает ту информацию, где это надо было бы, в какой точке проходит то или иное мероприятие. Хочется защитить, наверное, свою СМИ. Сегодня в новостях региона мы анонсировали основные площадки, которые будут работать на День независимости 3 июля. Наверное, кто ищет, тот найдет. Я знаю, что и в газетах афиши отпечатаются задолго до проведения самого праздника. Но, наверное, не хватает афиш. Баннеры, нужны баннеры, больше рекламных счетов, там, где будут указаны главные концертные точки, какие коллективы будут принимать участие. Вот на это нужно нам уделить внимание. Спасибо большое. Поэтому спасибо за вопрос. Да, и за сигнал. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Петр Иванович, здравствуйте. Вас обеспокоил Чирнов Николай Николаевич, ваш старый знакомый. Я хочу поблагодарить вас за все эти массовые мероприятия, очень интересные и массовые, и красиво проходят. Но вопрос у меня вот такой. Как рождаются у вас идеи вот таких массовых мероприятий? С чего вот рождается эта идея? Спасибо. Спасибо. Вот побольше будет таких вопросов ко мне. Таким образом, я буду стараться еще лучше делать на благо наших гомельчан и гостей. Я вам скажу, рождаются идеи тогда, когда мы остаемся неравнодушны к тому или иному празднику. И, конечно же, я еще раз повторю. Сегодня меня окружает группа творческих единомышленников, где сообща, это вот творческая армия делает такие праздники. Поэтому спасибо за вопрос. И мы будем стараться еще симпатичнее, краше делать наши праздники. Спасибо. Мы говорили с вами о учащихся в вашей школе искусств, о том, что с самого раннего возраста, еще, конечно, с мамами приходят маленькие детки. Достаточно ли желания родителей или даже желания ребенка танцевать? Или должны быть способности ярко выраженные? Конечно же, должны быть способности. Но, тем не менее, есть тенденция, родители приводят детей, потому что хотят мама, папа или бабушка. И вот они приходят, и у нас есть также и отсев, год-два, три занимаются, а потом и уходят. Но наша главная задача – увидеть у ребенка способность. А как вы определяете, что действительно это… Неумение увидеть – это не значит, что ребенок не талантлив. Конечно, мы должны индивидуально подходить. У нас групповые занятия. Но педагог сегодня видит общая физическая подготовка, развитие спины, голеностопа, выверенность. И при этом все в этом комплексе мы видим подвижность, ритмичность ребенка и таким характер показа внутренней. Он выражает таким образом свои эмоции. И мы начинаем работать индивидуально с ребенком. Конечно же, не бывает плохих детей, бывают плохие учителя. Вот мой… Видели таких детей, что вот смотрите, сердце замирает, сразу понятно, что это звезда. Бывали такие яркие? Да, бывают дети, которые, видишь, с первого раза он раскрепощенный, ведет себя так открыто, он выражает свое внутреннее состояние. Они и вырастают талантливыми, или это может просто быть детской какой-то непосредственностью, а потом проходить? Больше процентов все же дети, они остаются вот такими непосредственными и талантливыми, конечно же. Но мы не должны упускать, мы должны ребенка развивать. Это, в первую очередь, наша главная задача. Каким достижением больше всего гордитесь школы? Достижением, что вот за 15 лет много родителей, детей приходят и благодарят за то, что мы на протяжении определенного периода времени столько уделяли внимания, времени детям. Вот это наше достижение, вот это наша заслуга. Дороже всех медалей и званий. Петр Иванович, какой бы любимой, какой бы творческой ни была работа, все равно всегда есть какие-то поводы для конфликтов, для стрессов. Как себя подбадриваете, чем себя поддерживаете? Есть ли какой-то секрет, которым вы могли бы поделиться с нами? Ну, Оля, я себя знаю уже не один год и могу сказать, что, конечно, я не сладкий такой и пушистый человек, где должен как бы вести по отношению к работе. Иногда я очень жесткий бываю временами. И, конечно, мне это, с другой стороны, это и неприятно иногда и смотреть со стороны после всего того сделанного. Но, тем не менее, я знаю, что мы должны сделать общее дело и быть конечным результатом. Поэтому успокаиваю себя и говорю, все будет прекрасно. Но мы должны понимать, что мы должны любить и уважать тех, с кем мы работаем и с кем соприкасаемся. Вот это главная задача. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Спасибо. Директор Гомельской детской хореографической школы искусств, режиссер-постановщик массовых театрализованных представлений, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Петр Свердлов сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова